Так, у нас сегодня готовка. Готовлю ребята отбивные, буду готовить по-новому. Уже все по такому рецепту готовили, а я нет. И вот и мне хочется попробовать. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня два вида будут отбивных. Куриные и свиные. Отбиваем отбивные, но не очень тоненько. Свиные вот отбивные. Вот я отбила, мяско должно быть. Ну, еще сейчас с этой стороны отобью чуть-чуть. Не тонко, не так, чтобы рвалось. Теперь берем форму и натираем сюда чесночок. Чесночок натерли. Теперь добавляем соли. Перца. Если нету такого чеснока, можете сухой добавить. И добавляем 250 миллилитров воды. Можно минералку. Если нет минералки, можете добавить обычную холодную воду. И теперь в эту водичку, в этот маринадик, выкладываем наше мясо. Я буду из свинины, девочки, делать. Из курицы нет. Ну, могу кусочек попробовать и из курицы для интереса. Так, раз, два, три, четыре. Мясо должно впитать в себя всю воду. В эту водичку мне поместилось восемь вот таких вот кусочков свининки. И положила для интереса курочку. Два кусочка. В общем, оставляем. Как по рецепту, эта вода должна впитаться в мясо. Мне кажется, ее так богато. Неужели оно все впитается? Ну, ладно, оставляю. Скажу, сколько постояло. Но говорили, это быстро. Прошло минут 15. Ну, так я скажу, уже водички практически нет. Может, даже 10 прошло. Ну, еще чуть-чуть пусть повпитывается. Так, приготовила две сковороды. Эта курочка у нас жарится. Обычно в кляре. Сделала кляр и готовлю. Для вот этого вот мяса мы делаем кляр. Я натерла сыр на мелкой терке. Добавила три яйца. Потом в рецепте указывается добавить сметану или молока. Ну, сейчас надо посолить, поперчить. Я добавлю молока. Девочки, я все делаю на глаз. Молока. И от себя я хочу добавить немножко майонеза для вкуса. Так, поперчили. На свое усмотрение. Добавили сольки. И добавляем, я просеяла, две, может, три столовые ложки муки. Вот такая у вас масса должна получиться. Так, берем наше мясо. И по рецепту мы должны его окунуть в кляр. Вот этот вот. Ну, я читала комментарии, что у некоторых кляр отпадал. Ну, я для себя решила, что надо сделать сначала вот так, макнуть в муку. Макиваем муку. Вот так. Вот. И наш кляр будет тогда хорошо держаться. Сырный кляр. Ставим поближе к сковородочке. Макаем. Вот он должен так держаться, задерживаться. Так, раз, два, три. И выкладываем. Так, девочки, смотрите, например, так свет ярче. Сыр горит быстро. Даже не знаю, как его так подбить. Так, ну, красивенько смотрится. Огонь не ставьте сильно большой, чтобы мясо успело прожариться. Дожариваю отбивнушечки. На медленном огне, девочки, жарим. На медленном, не спешите. Вот у меня сколько получилось. Это свиные, еще две. Четыре штучки куриные. Это в этом сырном кляре я пробовала. И вот у меня осталась одна обеднушка. И кляр у меня закончился. Вот. Ну, если бы не экспериментировала с курочкой, может быть бы и хватило. Ну, ничего, я сейчас просто, наверное, может, яйцо сюда добавлю, перемешаю и обжарю. Просто так. И потом разрежу, покажу, как выглядят внутри. Так, отбивнушки готовы. Сейчас пробую. Так. Берем отбивнушечку. Разрезаем. Вот такая. Внутри, девочки, на медленном огне жарьте. Не спешите. Так, это у нас свиная отбивная. Так, режется. Все хорошо. И сразу давайте порежу куриную. Ну, тоже мне интересно, какая на вкус будет куриная отбивнушка. Ну, куриная, понятно, мягче. Так, пробуем. Свиная. Микки уже обстоит, просит. Очень вкусно. Мясо промариновалось, напиталось вот этим вот чесночком. На вкус отличается от обычной отбивной. Оно более нежное, более сочное. Не сухое. Мне очень понравилось, ребят. Очень вкусное. Советую приготовить. На праздничный стол. Вот скоро новогодние праздники идут. Ну, у кого день рождения, приготовьте обязательно. Так, пробую куриную. Куриная тоже вкусная. Ну, свиная более вкус какой-то вот выраженный. Ну, вот. Свиная мягенькая, мягенькая такая. Ммм. Ммм. Можете попробовать куриную? Ну. Свиная очень вкусная. И сыр дает вкус. Мясо такое необычное. Вот промаринованное в этой воде. Я думаю, ну, что за рецепт? В воде там мясо маринуется. Можно и простой, говорят. Вкус не сильно отличается. Необычно получается. Очень. Не так вот, как всегда вы жарите отбивную. Если бы я просто посолила, поперчила и пожарила в этом же кляре сырном, вкус бы был совсем другой. А тут вот этот чесночок дает свой аромат. В общем, девочки, я советую всем, приготовьте. Я проэкспериментировала и вам советую. Это очень вкусно. Все. Кляр у меня, ничего у меня не отпадал. Все нормально. Ну, вы видели, я в муке сначала, а потом в этом сырном кляре. Можно сделать меньше, конечно, размером, если на стол. А можно и такими и большими. Так что готовьте для своей семьи с любовью, с удовольствием, с хорошим настроением. И будет очень-очень вкусно. А я с вами тогда на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok